Соревновательный дух, жажда соперничества, борьба за призы это не только спорт. Победителей всероссийского конкурса рабочих профессий назвали в Южно-Сахалинске. Сотни участников, десятки специальностей от плотника до робототехника. Востребованы все. За лучшими из лучших идет настоящая охота. Но впереди уже глобальный смотр, он пройдет в Казани. Макар Руденчик с подробностями. По числу знамен хорошо видна география участников 6-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills. Впервые в нем были представлены все 85 регионов России. Побороться за медали на остров Сахалин приехали более 700 ребят. Лучшими стали москвичи. Первое место Лискова Ксения Новгородина, городе Москва. Настоящая звезда московской команды Диана Багауддинова. У нее первое место в номинации «Сварочные работы». Такого успеха не ожидала сама. У меня затряслись ноги, руки, я вся в шоке просто. Я думаю, будет как максимум третья. Три дня эти ребята трудились, не покладая рук, чтобы доказать, что они лучшие в своем деле. Всего было представлено более 60 рабочих профессий. От самых древних, каменщика и плотника, до современных в области программирования и роботостроения. На площадках чемпионата летели искры, сыпалась стружка, шумели станки. А в воздухе смешались запахи газовой сварки, цветов и настоящих кулинарных шедевров. Которые, кстати, можно было попробовать. Ресторанный сервис тоже одна из компетенций конкурса. Я очень волновалась, я переживала, что может быть я не смогу действительно как-то обслужить гостей на хорошем, высоком уровне. Но когда ко мне приходят люди, я улыбаюсь и вижу, что они улыбаются мне в ответ. Это непередаваемо, честно могу сказать. Особенно, когда люди уходят от меня довольны и благодарят. Главная цель движения WorldSkills – сделать рабочие профессии популярными среди молодежи. За три дня конкурс посетили тысячи сахалинских школьников. Мне больше всего понравился ландшафтный дизайн. Потому что работать с цветами – это успокаивает, во-первых. И сама по себе эта профессия творческая. Сахалин нуждается в высококвалифицированных рабочих кадрах. Местные работодатели буквально не отходили от участников конкурса, выбирая лучших. Коллеги из Сахалинской области фактически устроили охоту за чемпионами для того, чтобы впрыснуть прививку молодого профессионализма в свою регион. Почти 70 ребят тем или иным образом уже сейчас раздумывают на том, чтобы продолжить свою карьеру здесь, на Дальнем Востоке. Лучших из лучших ждут не только выгодные предложения на рынке труда, денежные призы, но и возможность попасть в национальную сборную России, чтобы принять участие в мировом турнире WorldSkills, который состоится в Казани в следующем году. Команда из Татарстана – одна из самых многочисленных на этих соревнованиях. Более 150 человек на этих трибунах. Аплодисменты практически не смолкают. Ребята постоянно приветствуют своих победителей. Планирую попасть на сборную и представлять свой город родной, свою страну. К проведению всемирного конкурса уже почти все готово. Иностранных гостей будут встречать 2500 волонтеров. Макар Уденчик и Ян Савицкий. Первый канал. Южно-Сахалинск.